Продолжаем заниматься любимым делом. Пересаживаем орхидеи. Всем привет! Доброго всем денёчка! Так, ну что, дорогие друзья, у нас пересадка вот этой орхидеи, которую я вам показывала накануне. Вот сон под вопросом. Так, ну как сказала фотография, я не знаю, если найду в общей массе, то вставлю. Росла орхидея в D12 горшочке. Грунт я вижу, да, что я немножко ей усовершенствовала. Росла она на мелком керамзите, во втором горшочке. Там ещё цифлора была. Ну, то есть, вот как бы такое размещение. Орхидея прибавила в домашних условиях вот по этим листьям. Три листика, четвёртый растёт. Вот эти листочки, видите, они с отёками. Это покупка зимнего времени орхидеи, когда она, естественно, листиками во время путешествия, транспортировки, вот таким образом переохлаждается. Вот она, видите, она даже так и не укоренилась корнями. Не дала корни с верхней части стволика. Вот. Корни, в принципе, она развивала в горшке, но с верхней части она корнями не закрепилась. Поэтому она болтается. Давайте, а что давайте? А давайте у нас всё очень просто. Придётся резать. Так, придётся и резать, и поддерживать орхидею, чтобы она не отделилась у меня от корней. Ведём вдоль стволика орхидея. Видите, без названия шифра. Вот есть на горшочке этой орхидеи. Что делаю? Ну, понятное дело. Сейчас мне нужно освободить корни, которые проросли через дно горшочка. Для этого я сейчас отрежу по кругу стенки, а потом выстригу донца, оберегая корни. Хорошая была сделана посадка от садовника. Но, опять-таки, я тут повозюкалась, как вы видите. И вот свою короту я дала. Поэтому вот она плотная. Сейчас она просто промоется в водичке и пойдёт в вторичное использование. Ага, вот они, корешочки тут сверху. Вот они, вот они такие, не совсем хорошенькие. Мы их под основание укоротим. Всё, чтобы пустотелое. Так. Можно было это похуже сделать? Ну, что... Как получается, так получается. У меня бывает, переключается внимание. Так, ну вот, смотрите. Сейчас у нас нет стенок, но есть основание горшочка, донца. Как я часто поступаю? Я начинаю его пистекать. Так, чтобы не повредить корни и одновременно освободить всё то, что вылезло. Так. Можно сегментами это делать. Так. Постепенно подбираясь к цели. Всё. Осталось дело за малым. Видите? Всё происходит на ваших глазах. Так. Определим, что тут мешает. Т. То есть marque. Окей. Окей. Остественно. Вот. Всё. Так. Всё. Всё. Смотрите продолжение в 3 части. Пять минут потрачу, но корни освобожу. Я такая. Так, так, так. Все, выныриваем, выныриваем. Ну-ка, ну-ка, слушаемся меня. Иногда я очень требовательно с ними разговариваю. Видите, вот вышло, все. И осталось вот этот освободить. Я вам сегодня решила показать, как я это делаю, достаточно подробно. А саму пересадку я вам покажу тезисно. Вот сейчас мы рассмотрим корни. Самое интересное. То есть, да, до того, как начать заполнять горшочек грунтом. А посадка будет сделана аналогично недавно вышедшему видео. По пересадке орхидеи свитер крупной вязки. Я ее называю. Такой же горшочек возьму, потому что по корням я вижу, что как раз... О, все. Как раз она у меня войдет в тот горшочек. Вот так. Вот так и живем. Как живем, так и снимаем. Как снимаем, так и живем. О, торфяной стакан! Девочки, мальчики, вот так вот. Я у нее не убирала его, видите? Ага, корешочки здесь сохранились. Ну вот, смотрите, сработал торфяной стакан правильно. Опасность орхидеи он не создал. Почему? Потому что... Показываю вам. Почему он не создал опасности? Потому что в посадке в этой орхидеи была очень крупная кора. Видите? Очень крупная. Эта орхидея была за два дня до пересадки полита. Я люблю предварительно проливать посадку корневую систему, чтобы потом попроще было работать со всеми корешочками. Вот, смотрите, корни хорошие. Вот сейчас в зоне нижних корней вообще ничего удалять не нужно. Все, орхидея отлично выглядит. Единственное, что... Давайте, наверное, все-таки уберем вот этот листочек. Я вообще не сторонница убирать листики в посадку. Почему? Потому что вот такие открываются раневые поверхности, где не совсем все стабильно. Ну вот один листочек я убрала. Слушайте, один убрала, а может и этот убрать? Что, гулять-то гулять, да? Девчонки и мужчины. Или оставить его. Так, она его отсушит, я потом его уберу. Все, решение принято. Так, наверху вот здесь есть корешочки, которые можно вот убрать еще у стволика. И все. И в принципе сейчас орхидея... Так, что тут короткий корень? Короткий корень. Что мы его уберем? Сейчас от часу не легче. Так. Так. Вот, видите? Так. И еще вот этот. Упирается. Что такое-то, ну? Стволик орхидеи чистенький. Стволик просто окрашен о грунт. О кору старую. Все. Ну, я довольна. Орхидеи с состоянием ее. Я довольна. Корни в большом объеме. Объеме в достаточном количестве. Все. Сейчас мы ее пересадим. Вот эти листочки, с которыми орхидея покупалась, и которые имеют последствия отека, я их вообще трогать не буду. Если угодно будет орхидея, их она уберет. Если ей будет неугодно, она их на себе оставит. Все. Горшок 1,9 литра. Двойной. Кора. Много коры взяла из ее посадки. Посмотрите, какая она хорошая. Отличного качества. Плотная, плотная. Все. Я ее промыла в горяченькой водичке. Короткое время. Все с нее смыла в плане грязи. А внутри, естественно, она пропитана той дружественной флорой, как бы пронизана, которая была в посадке у этой орхидеи. Сохраняла корневую систему в здравом состоянии. Все. На дно этого горшочка. Керамзит. Одним слоем. Вот из этого горшка, в котором стояла посадка с этой орхидеей. Длительное время. Там все было объединено. А вот это вот, то, что там осталось, а у флора еще немного керамзита, естественно, я насыплю на дно внешнего горшочка, чтобы создать хорошую воздухопроницаемость. Вот так вот. Чтобы расстояние было между стенками горшка. Кора крупная, не влагоемкая, а одним слоем. Волокнистый мох, увлажненный. Сейчас эти волокна я расположу. Вот так. Можно, знаете как, вот так пока его прикинуть на стеночке горшка. Потом корни разложить, а потом его туда, чтобы он фитильком таким стал. Берем орхидею и потихонечку, потихонечку, полегонечку размещаем ее в горшочек. Все, она в домике. Теперь мы запускаем туда руки. Пальчиками разводим корни в рось к стеночкам горшочка. Чтобы нам было удобно контролировать поливы. И при этом, чтобы корневая система максимально была расположена у стенок. Для того, чтобы она участвовала в процессе фотосинтеза. Потому что корни у орхидеи фаленопсиса фотосинтезируют. Чем больше частей растения фотосинтезируют, тем больше и лучше развивается орхидея. Теперь я сюда беру вот эту кору, которая у меня ночь в воде побыла. Крупная достаточно фракция. Но она разная здесь, видите. Теперь вот эта кора. Кубическая. Для этого горшочка, скажем, это уровень мелкой коры. В максимальном варианте. В максимальном размере. Ну, я думаю, вы поняли меня. Видите, вот сейчас предстоит задача ее как бы так разместить. Чтобы она не болталась в горшке. Потому что в предыдущей посадке она так вот. Верхняя часть, посмотрите, какая она, да, раскидистая. Поэтому корней на поверхности у нее недостаточно. Поэтому, естественно, она подбалтывается. Так, есть. Добавили. Теперь я беру кору из ее посадки. Петелечки, выпущенные, завожу. Волокнышки мха. Здесь побольше. Поэтому я его в разные стороны вот так распределю. Этот пучок будет увлажнять посадку с этой стороны. А этот пучок будет увлажнять посадку с этой стороны. Вот, видите. Вот так. Выведя волокнышки в разные стороны вот этого вот фитилька. Дальше я его совместила с другим мхом, который располагается, вот видите, по контуру горшка. На поверхности он поднимет фитилек в воду, а потом отдаст тому мху, с которым он будет соприкасаться. И получится вот такое равномерное увлажнение уже практически в верхней части посадки. Это вот как бы, знаете, то, на что нужно обращать внимание. Не зря вам говорю об этом. Так, ну все. Мы готовы показаться. Смотрите, камушки положила. Думаю, чем же мне ее переть, чтобы она не болталась. Закрепить мне надо было ее. Можно было поставить палки, держалки. Но здесь как бы неестественная форма листьев тогда была бы сделана, да, если вверх их направить. Поэтому я вот так вот камушки поставила. Это временное пристанище камней. Они просто фиксируют растение, чтобы орхидея укоренилась. Корни пойдут, они войдут в грунт и все, и она перестанет болтаться. Вот, таким образом, давайте покажу. Видите, она не болтается. Она болталась, как ванька, встанька, туда-сюда. Так, по корням. Корни располагаются вплоть до нижнего уровня. Они там будут воду добывать. Волокна мха будут воду поднимать туда, куда нужно. Ну, то есть, посмотрите, все сделано более чем хорошо. Правильно, да? Все. Теперь на дно горшка керамзи, там камушек вон морской, цафлора. Все из ее прежнего содержания. Я даже не промывала, она чистенькая. Вот так вот я ставлю, чтобы стеночки горшка не стыковались, не соприкасались. И чтобы воздух сюда заходил. В принципе, все смотрится очень-очень красиво. Можно подровнять, чтобы было эстетическое, в том числе, удовольствие от лицезрения этой орхидеи, этой посадки. Первый полив я сделаю завтра утром. Погружение горшочка, я думаю, минут на 15 в воду до уровня 2 третьих объема. Этого будет достаточно. Потом вся вода будет выливаться. И орхидея будет содержаться вот таком виде, без воды, до следующего полива. Следующий полив, когда просохнет грунт и корневая система посеребрится. Все. Все замечательно получилось. И очень-очень красивое, вот такое вот уютное размещение орхидеи в новую посадку. С большим количеством старой коры и с прежней посадки. Второе дыхание, вторая жизнь коры для этой орхидеи. Мужчины и девчонки, здоровья вам крепкого. Всего вам самого-самого наидобрейшего. Будьте счастливы. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok